На перемене был. Потом он меня на уроке портфель взял, но я не видел. А потом на перемене мне его кинули в полу головы. 12-летний Максим попал в травматологическое отделение стационара Кунгурской городской больницы 19 марта. Как сам сейчас рассказывает, пришел домой из школы, очень болела голова. Даже попробовал уснуть, что боль прошла, но не получилось. Появилась рвота, в больнице парню сделали рентген. Предположения родителей и самого Максима подтвердились. У него сотрясение мозга. Ты говорил об этом учительнице? Нет. Хотел сам разобраться? Нет, просто домой поехал. Дома уже было плохо, мама заметила. В больницу уехали. По рассказам шестиклассника, отношения с соседом по парте имени «Не называем» по понятным причинам не ладились давно. С первого класса. Обидчик состоял на внутришкольном учете по делам несовершеннолетних. Они с первого класса, а меня иногда били. Ты отбивался? Ощущался? Ну, иногда, да. Иногда тоже отбивался, бил. В общем, ребята не могли выстроить свои взаимоотношения. Возможно, в эту ситуацию нужно было вмешаться взрослым. По мнению отца, мальчик Андрея Порозова, есть упущение со стороны школы. В школе очень сильно детей распустили. Если вспомнить 80-е годы, я в 80-м году школу закончил, у нас там было все намного строже. Пионеры, построение. Учили к дисциплине. Сейчас же никакой дисциплины нет. Нет дисциплины, значит нет и ответственности. Права знают, обязанности им никто не рассказывал. Но мириться с этой ситуацией Порозово не собираются. Тем более, как говорит отец мальчика от обидчика и его родителей, они так и не услышали слов раскаяния. Люди даже не извинились, ни родители, ни сын. Мы обратились с милицией на заявление. Впрочем, в школе убеждены, что мировая могла бы быть. По крайней мере, педагоги сделали все, чтобы примирить родителей и не обострять ситуацию еще больше. И не прочь признать долю своей вины в происшедшем. Да, действительно, такая ситуация произошла. И мы очень сожалеем, что такое случилось в школе. Потому что дети приходят к нам, родители их оставляют, что мы должны обеспечить им безопасность. Но такое произошло. В шестом оклассе учится 27 человек. Там год назад сменился классный руководитель. На смену опытному стажисту пришла новая учительница, только закончившая педучилище. Молодой перспективный специалист. Таких сейчас днем с огнем не сыщешь, делится переживаниями директор школы Татьяна Бартова. Нехватку педагогического опыта компенсируют всем педагогическим коллективам. Специалистов, работающих с детьми, катастрофически не хватает. А ставку психолога и вовсе сократили. У нас проблемы в том, что не хватает специалистов. В данном случае у нас нет психолога в школе. В связи с теми процессами, которые происходят в мире, и в нашем Пермском крае с оптимизацией ставка психолога у нас была сокращена. Поэтому мы здесь определенные трудности испытываем. Конечно, хотелось бы, чтобы были специалисты, которые могли работать с детьми, которые бы нам помогали, помогали и классному руководителю, потому что здесь классный руководитель молодой, мы всем чем можем ей помогаем. Хотя, возможно, психологического профессионального подхода и не хватало что детям, что их родителям. Проблемы взрослых, а обиженными и даже травмированными остаются дети. Сегодня же Максим Порозов прошел судебно-медицинскую экспертизу. Съемочную группу на процедуру не пустили. Дальше решение о нанесении травмы мальчику будет направлено в комиссию по делам несовершеннолетних. Возможно, одноклассника Максима поставят и туда на учет тоже, кроме внутришкольного. А что дальше? На этот вопрос пока никто не дает ответа. Елена Котельникова, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур».